Нам в Новосибирск, в Театр Красный Факел, где я работаю, пришло письмо. Я увидела интервью Константина Юрьевича и узнала о том, что у него есть студии. Пять лет назад Костя позвонил мне лично и сказал, что в Питере хочет открывать две студии. На тот момент у нас в Театре студия была, поэтому директор отправил письмо в урну. Ребята, почему не попробовать? Ну просто, ну интересно, а мало ли, а вдруг что-то выйдет. Вытащили, дали мне, я позвонила по контактным номерам, ну все и заливало. Я пришла, когда уже ребята создавали какой-то проект и готовились к оперению. Я, по сути, вот просто пришел из зала бокса в танцевальный кабинет. До студии я был, наверное, самым обыкновенным человеком. Просто вышел, я думаю, вон письмо, вон письмо, вон письмо, вон письмо. И вообще, ну все. Ты вдыхаешь, потом год, ты на этом-то переживешь. Говорим это обратно. А давайте пить фуксус. У нас собралась такая команда, которая прежде всего думает не о том, что мы спектакль поставим. Это не главное. Мы занимаемся искусством, жить, и мы пытаемся научить детей жить. Мы – поколение, способное летать. Мы не хотим быть тем, кем быть необходимо. Мы верим в то, что сможем рассказать. Все то, что нам невыносимо. Здесь сейчас не важна ситуация, как круто мы выступим, а важно, как честно мы это сделаем. Потому что очень слышно, когда говорится от себя. Даже если полная ерунда, но говорится от себя, этого достаточно. Мой неизвестный друг, я должен тебе признаться, нам постоянно лгут с новых картин, с экранизацией. Истина где-то глубже. Благодаря студии я увидел людей, которые мне все равно. Меня это торгнуло, меня это пробудило. Константин Юрьевич работает на фестивале, и с детьми происходят какие-то такие непонятные метаморфозы. Они меняются, и они приезжают обратно каким-то с другим сознанием, с ощущением того, что сказка возможна. Они начинают читать книги, они начинают по-другому общаться. Они не боятся быть такими, какие они есть. Я вас тоже.